Здарова! Это Шамшурин и я вместе с этими многочисленными уточками приглашаю тебя на свой новогодний, заключительный в этом году тренинг-практика, который пройдет с 12 по 15 декабря в Москве, в центре Москвы, в пятизвездочном отеле, в камерной обстановке. Из плюсов это будет дополнительный день, это очень важно и ценно, это будет приглашенный специальный гость, лучший стилист в России Александр Белов, много чего еще интересного и в принципе самый главный плюс это возможность начать в новом году совершенно новую жизнь, полную красивых женщин, без одиночества, возможно, найдя себе любимую, это уже твой выбор. Итак, я приглашаю тебя на новогоднюю практику с 12 по 15 декабря. Ссылка под этим видео, записывайся, увидимся там. У кого было такое, что вы думали, что у меня там плохое самочувствие, может быть, домой? Кто хотел отсюда свалить? По-любому мысли приходили. Кому было страшно, ребят? У кого там что-то по носу ноги оторвало и так далее? У кого было сердцебиение, живот, голова? У Юры, по-моему, голова больше болела. Смотрите, иногда у нас на тренинге бывает вплоть до того, что у человека включаются какие-то психосоматические реакции, когда настолько сильное сопротивление, что мозг начинает выражать это в теле, то есть выражать какие-то заболевания. У кого-то одышка, кто-то гриппом резко заболел, кто-то, не знаю, инфаркт миокарда, не знаю, все прочее. То есть у человека бывает реально начинается болезнь. Это сопротивление. Значит, смотрите, когда есть сопротивление, когда вам страшно, когда вообще тело сопротивляется, это, конечно, совсем пипец. Это значит, что вы очень сильно не хотите, вы столкнулись с чем-то. То есть когда есть сопротивление, это значит, что это хорошо на самом деле. Почему? Потому что логика простая, что если вы столкнулись с каким-то сильным сопротивлением, значит, вы сейчас на правильном пути, вы в полшаге от какого-то изменения, принципиального, кардинального изменения в своей жизни. На полшаге метро. Потому что если ничего не... Вам если не трудно, если вас ничего не парит, если вас не беспокоит, если вас ничего не останавливает, ни какие-то мысленные рамки, преграды, значит и нет развития. Есть такая штука, что плохо, если с этим сопротивлением ничего не делать. То есть люди обычно выбирают к нему неправильно относиться, они начинают думать, да, я правда заболел, я плохо себя почувствовал, мне надо выспаться, мне надо там еще что-то, да. И они сворачиваются и идут домой. Вот это и есть косяк. То, что тебе очень сильно захотелось выспаться и захотелось домой, это как раз надо было воспринять, что раз такая херня пошла, значит я где-то очень близко от того, что я хочу на самом деле. Я очень близко от этих изменений. И в такой момент надо, во-первых, осознать, что это сопротивление, нужно его осознать. Это не болезнь, это не понос, это, блядь, там, я не знаю, неплохое настроение. Это именно мое сопротивление, которое сейчас показывает только то, что я на самом правильном пути, мне осталось еще чуть-чуть. И второе, надо как бы внутри себя договориться, сказать себе, либо я, либо вот это сопротивление. Соответственно, надо выбрать что-то из этих двух вещей. Есть отличная фишка для людей, которые, например, у меня хорошо работают образы. То есть, когда у вас там что-то заболело перед тем, как идти в поля, или там вам просто стало грустно, вас начало колбасить, этот страх начинал вас захватывать, вы садитесь, закрываете глаза, представляете его внешне, как он выглядит. То есть, например, там, это может быть любой образ, это может быть какая-то вспышка из детства, это может быть какой-нибудь утюг, я не знаю, это может быть кусок говна, это может быть что угодно. То есть, это у вас реально воображение родит какой-то образ. То есть, вы его чувствуете, где оно у вас в теле находится. То есть, очень часто это либо голова, либо где-то здесь. Потом вы мысленно с закрытыми глазами вытаскиваете его перед собой, вырываете, то есть, вообразите это, да, как будто вы его вытаскиваете, выкорчевываете оттуда. Берете его вот так вот и что-то там расстреливаете из базуки, не знаю, уничтожаете, превращаете в пыль, включите фантазию. Потом вы открываете глаза, ну, у меня это работает хорошо. И вы рисуете это на бумаге, то есть в виде какого-то образа, ну, например, там утюг. То есть вы рисуете утюг. Потом вы берете, смотрите на все это говно и его уничтожаете. То есть либо вы его поджигаете зажигалкой, там пепел куда-то развеиваете, можете сожрать, не знаю. Нет, сожрать не надо. Либо вы его разрываете на мелкие кусочки, скидываете в унитаз, смываете. То есть вы тем самым, как бы с помощью образа подкрепляете то, что я его убрал, это сопротивление. То есть вы как его представили, нарисовали, выкинули. Вот эта охрененная штука, она очень хорошо работает у тех людей, для которых вообще образы работают. Попробуйте это сделать, потому что для вас сейчас сопротивление начнется после этого тренинга. Здесь были мы, здесь было кому вас пинать. С завтрашнего дня для вас начнется веселуха, потому что ваш друган мозг начнет говорить, ну ладно, ребята, эта херня закончилась, пора уже как бы перестать заниматься херней, поехали домой, все, расслабься, все, окей, не надо тебе ничего. И вот здесь у вас начнется сопротивление. Вы должны для себя решить, что я здесь кочегарился для чего-то, меня разгоняли, нужно делать домашние задания для того, чтобы уже назад не вернуться. Поэтому, парни, тут начнется такая ломка. Это печальная новость, но хорошая новость в том, что вы здесь почувствовали, как это может быть по-другому в жизни, и ваша задача сейчас работать со своим сопротивлением. И это один из хороших способов, как с ним работать.